Добрый день, коллеги! Рад снова приветствовать вас на нашем увлекательнейшем техношоу. Сегодня поговорим о настенных панелях управления и панелях подключения. И тут я хочу сразу сделать небольшой дисклеймер. Речь в этом видео пойдёт об изделиях с зубодробительными названиями MWX45, MWX65, WLI, WLMI и WP. С вашего позволения я не буду каждый раз произносить букву W и на фламандский манер буду заменять её буквой V, как это принято у нас в компании. Начнём с вопроса, в чём разница между панелями управления и панелями подключения, и существуют ли универсальные панели. Под панелями управления мы понимаем устройства, позволяющие контролировать основные функции и параметры звуковой системы. Например, управлять громкостью и выбором источника. Тогда как панелями подключения мы называем устройства, которые позволяют удаленно подключать различные аудиосигналы к нашим звуковым системам. Например, микрофоны, карманные плееры или любые Bluetooth-устройства. И да, существуют универсальные панели. Это устройства, объединяющие обе эти функции. На нынешний момент панели управления в чистом виде представлены у нас одной моделью. Это панель MVX45. Универсальная панель тоже одна, называется MVX65. Оба устройства доступны в чёрном или белом цветах. А вот линейка панелей подключения значительно расширилась в последнее время, и кроме классических моделей VLI-VMI появилось целое новое семейство панелей VP. Это модели 210, 220 и 225. Как и всегда, доступны они и в чёрном, и в белом цветах. Про серию VP обязательно поговорим подробнее немного дальше. Пока лишь скажем, что все упомянутые панели подключения являются сравнительно простыми устройствами и предназначены для передачи аудиосигналов в аналоговом виде на значительное расстояние по витой паре. Теперь я хотел бы коротко напомнить об основных функциях и совместимости панелей с головными устройствами AUDAC. Начнём с MVX45 как самой распространённой панели. При помощи этого простого устройства можно управлять громкостью и переключением источников компактных усилителей AMP203 и AMP523, микшеров усилителей MFA и матриц MTX. Универсальная панель MVX65, помимо дополнительных локальных входов, обеспечивает доступ к функциям Mute, регулировке тембра и включению фантомного питания. Совместима эта панель только с матрицами MTX. Панели WLI и WMI – простые устройства для удалённого подключения линейного и микрофонного сигналов. Эти панели совместимы с приёмником по витой паре APG20, усилителем AMP523 и матрицами MTX. А вот новые панели серии VP, в силу нескольких отличающихся принципов передачи аудиосигнала, имеют гораздо более широкую совместимость. С некоторыми серьёзными оговорками панели VP можно подключить к любому устройству, у которого есть линейный вход с полноценной регулировкой Gain. Но об этом чуть позже. Пока скажем, что штатным способом эти панели подключаются к активным акустическим системам ARES 5, компактным усилителем AMP22 и AMP523, приёмником по витой паре APG20, а также матрицам MTX. Теперь о том, что общего у панели управления и панели подключения. Это кабельная линия и интерфейс, которые используют оба, вернее, все три вида панелей. Для подключения всех панелей производитель рекомендует использовать кабель UTP, витая пара, категории 5E или выше. И самое главное, что по одному кабелю UTP передаётся и два канала аудио, и питание, необходимое для работы панелей, и все сигналы управления в соответствии со стандартом протокола RS-485. Получается это благодаря тому, что кабель UTP имеет четыре пары проводников, которые используются для разных целей, независимо и одновременно. У этого есть огромный плюс – простота, дешевизна, унификация и доступность кабеля. Но есть и некоторые сложности, связанные с пониманием возможных конфигураций подключения разных панелей на один кабель и интерфейс. Попробуем в этом разобраться. Для простоты все ситуации и комбинации подключения мы будем рассматривать для матрицы MTX, так как она очень распространена и совместима со всеми упомянутыми выше панелями. А раз так, то мы должны освежить в памяти пару особенностей этого замечательного устройства. Напомню, матрицы MTX имеют полностью аналоговый аудиотракт и микропроцессорное управление, что обеспечивает им доступ в Ethernet и интеграцию с программным обеспечением Audac Touch 2. При подключении панелей MBX65 или VLI в матрицу всегда будет приходить моносигнал, несмотря на наличие стереоразъёмов на самих панелях. Это свойство панелей делает сумму или микс из подключенных каналов. Но также и сами матрицы принимают через порт WallPanel два независимых моноканала. Один будет доступен на входе Remote Input 1, а второй на входе Remote Input 2. А также очень важно помнить, что аудиосигналы, поданные в матрицу через порты WallPanel, являются локальными. То есть они доступны только в той зоне, куда физически присоединены панели подключения. Например, если мы подключили панель MBX65 к WallPanel порту зоны 1, то аудиосигнал с этой панели будет доступен только в зоне 1. Штатными методами получить этот сигнал в остальных зонах нельзя. Однако это жёсткое правило не распространяется на панели управления MBX45 и те части MBX65, которые отвечают за управление. Использование протокола RS-485 и назначаемой идентификации позволяет использовать любую панель для управления любой выходной зоной матрицы. При этом панели MBX45 можно подключать как по одной на каждый порт WallPanel, так и шлейфом хоть все сразу на любой из WallPanel портов матрицы. По секрету говоря, и даже порт пейджинг. И да, MBX65 может подавать аудио, например, в зону 1, а управлять при этом зоной 4. И, увы, нет. MBX65 не может управлять несколькими зонами. Но вернёмся к физическому подключению панелей. Как мы уже поняли, кабель у нас один для всех подключений, пятая пара, категория 5E или выше. А что с коннекторами? Взглянем на матрицу. Как видно на нашем экземпляре, матрица MTX48 имеет 4 порта WallPanel, к которым подключаются настенные панели. К слову говоря, у матрицы MTX88 8 портов WallPanel по количеству входных зон. Итак, порты WallPanel реализованы на стандартном LAN-коннекторе RJ45. Взглянем на сами панели. Тут мы видим коннекторы Phoenix или EuroBlock, кому как привычнее называть. Причём где-то эти коннекторы 4-пиновые, а где-то 8-пиновые. Ну и как же во всём этом не запутаться? Довольно просто. Давайте взглянем на распиновку кабеля и коннекторов. Для простоты и унификации коннектор RJ45 производитель рекомендует всегда распиновывать по стандарту T568B. И мы тоже настоятельно рекомендуем соблюдать этот стандарт, так как от этого напрямую зависит ответная распиновка на коннекторах Phoenix. Для подключения универсальной панели MVX65, а также всех остальных панелей подключения, включая даже новые панели серии WP, используется 8-пиновый коннектор Phoenix. Давайте взглянем на распиновку и сразу станет понятно почему. Итак, как мы видим по схеме, проводники подключаются к Phoenix pin-to-pin, то есть в той же последовательности, что и RJ45, начиная с первого и до восьмого контакта. Таким образом, проводники 1 и 2 всегда используются для передачи канала аудио, который приходит на вход remote input 1, матрицы MTX. А проводники 7 и 8, коричневая пара, всегда используются для передачи канала аудио, который приходит на remote input 2. Проводники 3 и 6, зеленая пара, подают панелям необходимое питание 24 вольта. Проводники 4 и 5, синяя пара, используются для приема и передачи управляющих команд протокола RS-485. А теперь взглянем на подключение панели MVX45. Здесь всегда используется 4-пиновый коннектор Phoenix, который повторяет распиновку 8-пинового коннектора. Без двух пар, оранжевый и коричневый, крайних слева и право, по которым всегда передаются аудиоканалы. Но так как перед нами панель управления, то аудиоканалы тут просто ни к чему. Какие выводы можно сделать из распиновки? Ну, первонаперво, если у вас в руках панели подключения или универсальная панель, то у нее всегда будет 8-пиновый коннектор, а у панели управления всегда 4-пиновый. Так как для управления матрицей достаточно проводников, отвечающих за работоспособность RS-485. Это зеленая и синяя пара. А для передачи двух каналов аудио требуются дополнительные пары, оранжевая и коричневая. При этом в технических стандартах производителя принято, что универсальная панель MVX65 и панель VLI передают свои аудиосигналы по оранжевой паре, а панель VMI по коричневой паре, оставляя неиспользуемые пары просто неподсоединенными внутри схемотехники панелей. Это обеспечивает работу нескольких панелей при подключении их шлейфом на один кабель. Но по этой же причине мы не можем использовать комбинацию панелей MVX65 и VLI в одном шлейфе. Они обе используют оранжевую пару. Аналогичные ограничения существуют для штатного подключения любых пар одинаковых панелей. Две VMI используют одну и ту же коричневую пару и не могут работать одновременно. Две VLI или две MVX65 используют оранжевую пару и тоже не могут работать одновременно. Зато комбинации VLI и VMI или MVX65 и VMI плюс дополнительные панели управления будут прекрасно работать на одном шлейфе. Общая идея в том, что одновременно в матрицу через один шлейф может подключаться два независимых аудиоканала по двум разным парам проводников и любое разумное количество панелей управления. О системных ограничениях и нештатных хитростях поговорим немного позже, а пока перейдём к новым панелям серии VP. Обзорно напомню, что VP210 – это панель, позволяющая подключить одновременно микрофон и стереоисточник при помощи мини-джека, настроить их уровни относительно друг друга при помощи регуляторов на передней панели и отправить микс этих сигналов дальше по витой паре в совместимые устройства. Также на задней панели имеется еще один комплект контактов микрофонного и линейного стереовходов, дублирующих разъёмы XLR и мини-джек на передней панели. Эта колодка подключена параллельно входам на передней панели, то есть если вы включите, например, микрофон через XLR на передней панели и другой микрофон через колодку на задней панели, то в систему будут попадать сигналы обоих микрофонов. И при этом оба этих сигнала будут управляться одним регулятором гейн на передней панели. VP220 – это панель для подключения источников сигнала по Bluetooth. У неё очень лаконичная передняя панель, только кнопка с синей индикацией для подключения, отключения устройства и перехода в режим сопряжения. А самая продвинутая панель VP225 – это фактически комбинация двух предыдущих моделей. То есть к микрофонному входу и стерео-мини-джеку добавлен приёмник Bluetooth, который работает как третий независимый вход, но не имеет регулятора уровня на передней панели и управляется с Bluetooth-передатчиком. То есть фактически вы можете одновременно подключить микрофон, любой аналоговый стереоисточник через мини-джек и дополнительно, например, мобильный телефон по Bluetooth, смешать три этих сигнала при помощи регуляторов на передней панели и кнопок громкости на телефоне и отправить микс всех трёх сигналов по витой паре в совместимое устройство. Также у всех трёх панелей есть переключаемый аттенюатор выходного сигнала плюс 12 дБ или 0 дБ и переключатель стерео-монорежима. Для моделей, у которых есть микрофонный вход, предусмотрено отключаемое фантомное питание. Для моделей с Bluetooth-приёмником есть возможность его выключить. Взглянем на распиновку. Для подключения панелей AVP также используются 8-пиновые фениксы, и распиновка в целом остаётся той же самой. Крайние слева и справа пары, оранжево-коричневое, используются для передачи аудио. Зелёная пара, пин 3.6, подаёт на панели необходимое питание 24 Вольта. Эти панели, как, кстати, и VLI, VMI, не имеют никаких управляемых или управляющих функций, а значит, в принципе, и не нуждаются в подключении синей пары контактов управляющего протоколом RS-485. Но, тем не менее, для сохранения унификации рекомендуется эти проводники тоже подключать. В чём же отличие новых панелей от классических моделей MVX-65 или VLI-VMI, кроме обновлённого внешнего вида? Ну, это, конечно, добавление супер-сверхактуального сейчас подключения по Bluetooth. Причём в этих панелях используется современная реализация Bluetooth версии 5.0, которая, кроме улучшенных качественных характеристик, позволяет задавать устройствам так называемые индивидуальные friendly names. Это значит, что вместо стандартного однотипного заводского идентификатора каждому устройству можно задать значимое имя, которое будет отображаться при поиске в списке доступных Bluetooth-устройств. Для этой цели есть специальная утилита, которую можно скачать с сайта производителя, установить на Android телефон и, следуя несложной инструкции, переименовать панели по вашему вкусу или задаче. Ссылка на неё будет в описании. При этом, к сожалению, сохраняется ограничение на использование кириллических символов. Но всё же возможность задать Bluetooth-устройством имена, пусть даже латиницей, но по собственному усмотрению добавляет огромное удобство в использовании. Следующее значительное отличие от классических моделей в том, что новые панели VP могут передавать стереосигналы. Одновременно и левый канал по оранжевой паре, и правый по коричневой. Поможет ли это передать стереосигналы в матрицу MTX? При штатном подключении через порт WorldPanel нет, так как оранжевая пара будет по-прежнему приходить на Remote Input 1, а коричневая на Remote Input 2. А значит, что при таком подключении вы сможете только раздельно слушать левый и правый каналы, но не два канала в стереорежиме. Но, тем не менее, физика процесса передачи аудиосигналов, в этих панелях остается аналоговый и сводится к дифференциальной передаче сигнала увеличенной амплитуды для левого и правого каналов одновременно. А значит, если на приемной стороне есть линейные входы с нормальной регулировкой уровня усиления входного сигнала, то любую панель VP можно туда подключить. С одной оговоркой. Для работы всех без исключения панелей требуется питание 24 вольта. Когда мы подключаемся штатно через порт Wall Panel, то необходимое питание мы передаем на панели по зеленой паре на 3-й и 6-й контакты коннектора Phoenix. Ну а что же делать, если мы не хотим подключаться штатно и наоборот хотим таки подключиться стерео? Есть два варианта. Во-первых, не зря же мы так долго и подробно изучали распиновки кабелей коннектора. Мы точно знаем, на каких пинах в коннекторе порта Wall Panel мы можем получить необходимые нам 24 вольта. И точно знаем, на какие контакты Phoenix панели они должны попасть. Поэтому просто изготавливаем не штатный, но простой кабель. Вот такого вида. Как видите, мы взяли питание с соответствующих контактов порта Wall Panel. Зеленая пара. Синюю пару для удобства мы тоже подключили на RJ45, но делать это было не обязательно. А оранжевую и коричневую пары мы просто распаяли на разъемы RCA и подключили к линейным входам Line 3. В качестве панельки у нас VP225. Подключаемся к ней по Bluetooth и получаем стереосигнал с телефона в нашей матрице. У такого подключения есть еще одно дополнительное преимущество перед штатным подключением через порта Wall Panel. Сигналы, приходящие с этой панели, не только стерео, но и доступны во всех зонах матрицы. Ну а второй вариант нештатного подключения возможно даже еще более простой. Нам просто нужен внешний блок питания на 24 вольта. Причем требования к мощности этого блока очень низкие, так как, согласно мануалу, одна панель VP потребляет около 65 миллиампер, или 0,065 ампер. То есть на простой блок питания 24 вольта 1 ампер можно подключить до 15 панель. Но давайте ради интереса подключим эту панельку к третистороннему устройству, а не к устройству UDAQ. Вот у нас здесь есть еще один прекрасный образец инженерной мысли. Микшер-усилитель ABC-Link серии Q. Давайте попробуем подключиться к нему. Панель у нас та же самая. Снова подключаемся к ней по Bluetooth, и вот наш аудиосигнал уже благополучно переходит на усилитель. Ну раз уже мы заговорили о нештатных подключениях, давайте еще немного о хитростях, которые мы можем себе позволить, так как хорошо разобрались об распиновке кабеля и коннекторов. Как бы нам подключить пары одинаковых панелей VLI-VLI, VMI-VMI, пару MVX65 или комбинацию MVX65 и VLI на один шлейф и получить их сигнал раздельно на Remote Input 1 и Remote Input 2. Да легче легкого. Посмотрим на примере двух панелей MVX65. На самом деле из распиновки следует не то, что MVX65 и VLI используют именно оранжевую пару, а скорее, что обе эти панели выдают свои аудиосигналы на пины 1 и 2 коннектора Phoenix, к которым подключается оранжевая пара. То есть если на пин 1 и 2 Phoenix мы подключим коричневую пару, а не оранжевую, то аудиосигнал пойдет по ней и благополучно попадет в матрицу, но на вход Remote Input 2, куда штатно приходят сигналы от панели VMI. Так что для того, чтобы у нас работали обе панели на одном шлейфе, просто поменяем местами пары на одной из них. Сработает ли этот трюк с новыми панелями VP? С небольшой поправкой – да. Как мы помним, панели VP используют две пары одновременно для передачи стереосигнала. То есть если у нас возникает необходимость подключить две панели серии VP на один шлейф в локальную зону и иметь возможность выбирать между ними, то достаточно просто не подключать физически одну пару, например коричневую, на Fenix 1 панели, а оранжевую пару не подключать на Fenix 2 панели. Добавлю, что тут нам как раз очень поможет переключатель стерео-монорежимов на панелях VP, чтобы на каждом выходе были идентичные моносуммированные сигналы. Ну и конечно рекомендуется аккуратно заизолировать неподключенные Fenix контакты. Теперь давайте немного поговорим о ограничениях. Начну с напутствия от администратора нашего сервисного центра. Пожалуйста, никогда, 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 пожалуйста, пожалуйста, не проводите никаких манипуляций с кабельными линиями портов wallpanel или paging, не обесточив предводительную матрицу. Даже таких на первый взгляд безобидных, как горячее переключение коннекторов RJ45. Всё дело в наличии питания 24 вольта внутри шлейфа. Если, например, перекусить на горячую шлейф кусачками, это приведёт к кратковременному замыканию всех внутренних проводников с питанием 24 вольта, что в 100% случаев приводит к повреждению шины RS485 или того хуже. Но даже если не перекусывать кабель, надо иметь в виду, что при горячем подключении-отключении коннекторов существует высокая вероятность, что не все контакты замкнутся одновременно. И если контакт общей приборной земли вдруг окажется последним, то ток уже мгновенно найдёт короткую дорогу и она всегда будет лежать через чувствительные электронные компоненты, которые просто сгорят. Теперь пару слов о максимально допустимом количестве периферийных устройств и длине кабельных линий. Для панелей серии VP длина линии подключения не должна превышать 100 метров. Для остальных панелей ограничения определяются двумя факторами – общей суммарной длиной линии и количеством и типом подключенных периферийных устройств. Как легко догадаться, ограничения связаны прежде всего с током, потребляемым периферией, который относится не только настенные панели, но и микрофонные консоли АПМ и МПХ. Однако эти ограничения с одной стороны довольно многообразны, а с другой стороны индивидуальны, а с третьей стороны в некоторых случаях могут быть преодолены. Поэтому сформулировать какое-то одно простое правило и донести в рамках нашего обзора не получится. Поэтому я предлагаю вам некоторые упрощения. Если в вашей системе суммарно не более 8 панелей MVX или VLI-VMI и 1-2 пейджинговых микрофона, а длина линий не превышает 300 метров, можно просто не думать об ограничениях. А если у вас особый проект, где вы понимаете, что требования технического задания превышают указанные выше параметры, я рекомендую обратиться к нам в техподдержку. Мы вместе сможем свести все параметры воедино и определить ограничения, если они будут. На этом пока все. Но на нашем канале есть еще один ролик, который посвящен настройке и инициализации панелей MVX45 и MVX65. Обязательно посмотрите его, если еще не смотрели. Не забывайте обращаться в техподдержку, если у вас возникают вопросы. Мы обязательно постараемся вам помочь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова